Астготы, остроготы или грейтунги – это древнегерманское племя, составлявшее восточную ведвиготского племенного объединения, распавшегося к середине III века либо к 268-270 годам на две племенные группы – вездготов и астготов. Сыграли определенную роль в этногенизе некоторых народов Европы. В частности, наряду с лонгобардами, астготы считаются одними из далеких предков современных итальянцев. Традиционно ветх астготов отводят от степняков грейтрунгов, а вездготов – от лесных тервингов. Разделение внутри готов впервые было засвидетельствовано в 291 году. Однако в этот период известны только тервинги, а грейтрунги были упомянуты только между 392 и 395 годами Амианом Марцелином. В III-IV веках ареал проживания астготов от ареала вездготов отделяла Днепроднестровское междуречье. Астготы тогда жили в Крыму и степях при Азовье между Днепром и Доном, соответственно, будущие крымские готы – ближе к этой ветви. Археологическими исследованиями установлено, что в начале IV века отдельные группы носителей черняховской культуры с выразительной вельбарской традицией начали продвигаться на север от реки Стугны, вытесняя население киевской культуры. По мнению историков, указанная ситуация наиболее точно соответствует описанным иорданам войнам астготов с винетами. Основателем астготского королевства считается Германарих, происходивший из рода омолов, некогда управлявшего всеми готами воями. Соседи уважали Германариха за храбрость, в народных преданиях он занимает видное место. Во главе готов грейтунгов он починил германские племена Тайфалов, Герулов и другие, кроме Вестготов, а также племена Северного Причерноморья. Около 370 года у низовьев Дона появились гуны и напали на богатые владения астготов. Германарих повел свои войска против гунов, но был разбит. После убийства Германариха, в 375 году его преемник Витимир напал на страну подвластных гуномантов и приказал распять их вождя Боза, его сыновей 70 старейшин. Вскоре после этого Витимир сражался с гунами, но тоже был разбит и пал на поле битвы в 376 году. Полководцы Алати и Сафрах отступили с уцелевшими астготами и маленьким сыном Витимира к Днестру под прикрытие лагеря Вездвотов. Остальные астготы покорились гунам, которые оставили их жить на прежних местах. Многие астготские военачальники и даже потомки омолов встречаются потом среди полководцев Атилы, который совершал свои вместе с астготами. При восточно-римском императоре Феодосия часть астготов была поселена в Малоязии, Лидии и Фригии. После смерти Атилы его государство начало распадаться и астготы поселились в Панонии, востав против гунов под предводительством трех братьев из рода амолов – Валамира, Теодемира и Ведемира-1. В 454 году в Панонии произошла битва при реке Неда, в результате которой гунское владычество в Европе было окончательно подорвано. При императоре Маркиане огромное число астготов поселилось в провинции Панонии на правах федератов. Однако из-за того, что император Восточной Римской империи Лев I Макела не платил жалований астготам, последние все чаще нападали на Иллирию, требуя уплаты дани, а затем включили Иллирию и Далмацию вместе с Италией в состав своего государства, в русском языке получившем название Королевство Астготов. Они заключили союз с Дейзерихом для нападения на Восточную Римскую империю. В 454 году любимая наложница Теодемира Ирелива Евсевия Иллилина родила сына Теодориха, впоследствии прозванного Великим. В детстве, после того, как в 461 году между астготами и Восточной Римской империей был заключен мир, он был отправлен заложником в Константинополь, где получил воспитание и образование. Вернувшись к отцу в возрасте 18 лет, он наследовал ему около 475 года, а в 481 году стал единым королем всех астготов. Согласие императора Зенона Теодорих отправился в поход против Италии, где правил тогда Адаакр. Зимой 488 года готы собрались с Панонских равнин в Новую, столицу королевства Теодориха, и в числе до 250 тысяч двинулись в Италию. Благодаря крепкой раввине Адаакр несколько лет защищался, но в 493 году с ним был заключен мирный договор, по которому Теодорих и он вместе должны были править Италией. Впоследствии Теодорих убил Адаакра и остался единственным повелителем Италии, а также Норико, Рицеи, Тироля. Мечтой Теодориха было слить астготов и римлян, в один народ, объединить римский элемент с германским, насадить римскую культуру среди германцев и починить варваров. Но Теодорих не был императором, он был наместником императора Восточной Римской империи и готским королем. Его отношения с империей были фальшивы, так как ему необходимо было жить в мире с нею, но в то же время он хотел быть независимым правителем. Внешняя политика Теодориха имела мирный характер. Он был старшим между всеми королями варваров. Он смотрел на себя астготов, как на посредников между античным миром и варварским. Семейство Теодориха получило римское образование. Будучи арианином, он отличался веротерпимостью, но религиозный антагонизм готов ариан и никейцев римлян был главным препятствием успеху его стремлений. При дворе Теодориха жили Симах, Баэций, Кассиадор и Ордан. Религиозные раз прислужили поводом к столкновениям королевства астготов с Восточной Римской империей. Это ожесточило Теодориха, и под конец жизни он стал преследовать римских сенаторов и никейцев. В 526 году Теодорих умер, и с этого времени начинается быстрый упадок астготского королевства, которое при Теодорихе достигло высшей степени процветания. Сначала правила дочь Теодориха Амаласунта 526-534 годы, как опекунша своего малолетнего сына Аталариха. Умная и образованная, она не пользовалась любовью готов, потому что покровительствовала римлянам. Она возвратила детям Баэция, и Симаха, конфискованная имение их отцов, руководствовалась в своей деятельности советами Кассиадора, а своего сына Аталариха заставляла заниматься науками. После смерти Аталариха октябрь 534 года Амаласунта пыталась свернуть себе королевскую власть путем замужества, предложив своему двоюродному брату Теодорихаду стать ее мужем, но управление королевством предоставить исключительно ей. Она заставила Теодорихада поклясться, что он будет довольствоваться лишь именем короля. Однако Теодорихад, едва став в ноябре 534 году соправителем своей жены, в конце того же года при помощи антиримской орианно-готской партии Амаласунту сверг и заточил на острове озеро Больсино, где она весной 535 года была умерщвлена. Юстинян, который еще при жизни Амаласунта был в сношениях со сдвотами, думая присоединить Италию к своей империи, в 535 году взял на себя роль мстителя за Амаласунту, которая, кстати, пользовалась симпатиями римского населения Италии и объявила сдвотом войну, тянувшуюся почти 20 лет и закончившуюся падением Астготского королевства. Уже в начале этой войны 535-535 636 годы империи были присоединены Далмация, Сицилия, Сардиния и Корсика. В 536 году Велизарий полководец Юстиниана взял Неаполь, покорил компанию, а за ней и всю Южную Италию. Видя, что Теодахат не в силах отстоять свое королевство и часть войска сдвотов, в ноябре 536 года новым королем провозгласила Витигиса, незнатного, но храброго воина. Теодахат вскоре был убит подосланным от Витигиса воином. Витиги женился на дочери Амаласунте и начал готовиться к войне. Собрав около 150-тысячного войска и обратившись за помощью к франкам, которым обещал уступить Прованс, он стал осаждать Рим в 537-538 годы. Однако военное искусство и вероломство Велизария заставили аздготов после года Отсады отступить и поспешно удалиться в Равену. Велизарий овладел почти всей Средней Италией, взял при помощи хитрости Равену декабрь 539 года и в начале 540 года вернулся в Константинополь, приведя с собой пленного Витигиса. Последний обратился в православие и получил богатое имение в Малой Азии, а также сан сенатора и титул Патриция. Однако аздвоты не прекратили борьбы. Они избрали королем Эльдибада в 540-541 годы храброго полководца, племянника Вездводского короля Теудиса. Он удачно сражался с мелкими отрядами врагов, но был убит. В 541 году королем был выбран Эрарих, который через пять месяцев был убит за сношение с Юстинианом. После его смерти аздвоты выбрали королем Татилу, сына брата Эльдибальда. Татила, стянув к себе разбросанные отряды аздвотов, перешел Апенины, взял Беневент, Кумы и Неаполе занял всю Южную Италию, а в 546 году вступил в Рим. В противовес поборам восточно-римских чиновников Татил отменил, колонам государственный налог, а Брок же стал взимать в казну, а в армию привлекал даже беглых рабов. Юстиниан вторично послал Велизария в Италию, но у него не было достаточного количества военных запасов, и в 549 году он должен был удалиться из Италии. Аздвоты завладели Сицилией и Корсикой, разграбили Киркиру и берега Айпира. Юстиниан, однако, не согласился на мир, который ему предлагал Татила, и готовился к большой войне. Узнав об этом, приморские города Анкона, Кротоне-Центум-Целлы, еще не взятые аздвотами, стали усиленно готовиться к обороне, но Блисанконе был разбит Готский флот. Новый главнокомандующий восточный римских войск в Италии, стратег армянского происхождения, Нарсис двинул сокровение. Решительная битва произошла в июле 552 года при Тагине, в Итрурии. Аздвоты были разбиты, а сам Татила умер от смертельной раны. Собравшись в Павии, войска аздвотов выбрали королем Тею, отважного полководца Татилы. Это был последний король аздвотов. С небольшими остатками аздвотов Тея отправился из Павии на помощь к осажденному его брату Алигерну. На берегу ручья Сарна, впадающего в Неаполитанский залив, он встретился с Нарсисом. Голод заставил аздвотов вступить в отчаянный бой, который продолжался три дня. Тея был убит, и часть аздвотов отправилась в Павию, другие разбрелись по Италии. Брат Тея, Алигерн, долго защищал Кумы, где находилась королевская казна. Аздвоты еще надеялись вернуть себе Италию при помощи франков и алиманов, но в 554 году те были разбиты Нарсисом на берегу Вольтурне, указили на английский, русский. Уцелевший отряд аздвотов в количестве 7 тысяч воинов засел в горной крепости Кампса, хорошо снабженный продовольствием. Через несколько месяцев, однако, этот отряд сдался Нарсису. После 20-летней борьбы королевство аздвотов упало. Юстиниан издал прагматическую санкцию, отменявшую в занятой византийцами Италии нововведение Татилы, восстанавливались имущественные права собственников, колонны освобожденные рабы подлежали возврату и распространявшую на нее действия кодекса Юстиниана. Впрочем, историк Прокопий Кесарийский подчеркивает, что местному аздвотскому населению позволили и дальше жить в Италии.